Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как связать вот такой узор, который можно использовать как подставку под горячее, прихватку, можно связать коврик, увеличив только лепестки этого цветка. Вот можно петельку пришить. И вот так на обратной стороне. Этот рисунок я брала с кафельной плитки. Увидела кафельную плитку, сфотографировала и решила связать. Вязала обе части тунисским крючком. Здесь я, правда, серединку связала отдельно и нашила, крючком. А сейчас мы будем вязать без пришивания, то есть от центра. И я вам это расскажу. И будет даже лучше. Вязание начнем обычным крючком. И вот по этой схеме. Чтобы был плоский круг. То есть мы должны в кольцо набрать 8 столбиков без накида. В следующем у нас будет увеличение на 8. 16. Еще плюс 8. 24. Ну и так далее. Но мы все ряды провязывать не будем. Сначала мы начнем вязать середину. Для середины можно взять любые нитки, которые вам нравятся. Немножко. Вот остатки остаются. Делаем кольцом. И вывязываем одну воздушку. Столбик без накида. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Стягиваем. И ставим нитку какую-нибудь цветную. В следующем ряду у нас должно быть 16 столбиков. Вот 8 у нас есть в первом ряду. Во втором должно быть 16. 16. То есть в каждую петлю мы должны провязать по 2 столбика без накида. Сразу провязываем 1. И сюда же второй. В следующую петлю тоже 2 столбика. 3. 4. Под следующую петлю 2 столбика. 5. 6. Под следующую 7. 8. Под следующую 2 тоже. 9. 10. И под следующую 2. 11. 12. Под следующую петлю 13. 14. И под последнюю 15. 16. Так. Теперь мы стягиваем. Для начала вы пока нитку не отрезайте. Потом посмотрите. Так 16 у нас получилось. В третьем ряду должно быть 24 столбика без накида. Значит во втором ряду мы вязали в одну петлю по 2 столбика. В третьем ряду мы должны провязать 1 столбик в одну петлю и в следующую петлю прибавку. То есть мы должны провязать в одну петлю 1 столбик без накида. А под следующую петлю 2 столбика. 1. 1. И сюда же второй. То есть у нас получилось. 1, 2, 3. 3. На этом узоре 8 лепестков. 8. Вот смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Умножаем на 3. Получаем 24. То есть мы как раз выходим вот на эти 24 столбика без накида. Но мы будем вязать не обычным крючком, а тунисским. Начинать можно с любого места. Вот это место пока оставьте. Мало ли вы где-то собьетесь. Так, берем какую-нибудь нитку красивую. И мы должны в одном луче провязать 3 столбика тунисских. Вот один есть. А второй мы сюда же провязать не можем, потому что у нас петля не закрытая. Поэтому мы должны второй провязать вот сюда прям в столбик. Вот сюда. Так. А третий под петлю. Вот у нас три тунисских столбика. И если так провязать по всему кругу, то как раз получится 24. Теперь провязываем их. Так. В следующем ряду у нас должно быть 32. Но мы оставим также 24, как в третьем ряду. то есть только три столбика. Один. Два. Три. И закроем. А вот теперь в этом ряду мы добавим два. То есть один, который мы не добрали в этом ряду. И один в следующем. Вот один. Два. Центральный. Три. Здесь будет четыре. И еще один. Пять. И закрываем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Значит, два ряда мы провязали. Один, два, три, четыре, пять. В итоге пять рядов. Смотрим. В пятом ряду должно быть сорок. Восемь. Умножаем на пять. Получаем сорок. То есть мы будем по два тунисских столбика добавлять через ряд. И у нас будет круг идти именно по такому же принципу. Вот у нас сейчас пять. И еще раз провязываем пять. Один, два, три, четыре, пять. То есть прибавки с двух сторон делаем через ряд. Так. Дальше мы должны делать прибавку. Ну прибавку поинтереснее делать, наверное, вот от центральной петли, от центрального столбика по краям от него. Вот один, два. Дальше. В изнаночный ряд вводим крючок. Три, четыре. Опять в изнаночный ряд. Пять. Пять. Шесть. Семь. Провязываем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закрываем. Следующий ряд мы не прибавляем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закрываем. В следующем ряду мы прибавляем два столбика. Один, два, три. Вот у нас центральный. Если кто сомневается, вот можно в него маркер поставить. Теперь прибавляем. Это будет четыре. В центральный пять. В изнаночный ряд шесть, семь, восемь, девять. Провязываем изнаночный ряд. Следующий ряд вяжем без прибавления. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. В следующем ряду делаем прибавления с двух сторон от центрального. Один, два, три, четыре. Вот центральный. В изнаночный ряд пять. В центр шесть. В изнаночный ряд семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И провязываем изнаночный ряд. Одиннадцать столбиков здесь у нас. А какой ряд? Считаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. В одиннадцатом ряду у нас, если одиннадцать столбиков, одиннадцатый ряд, одиннадцать столбиков умножаем на восемь лепестков. И вот можете по этой схеме посчитать. У вас как раз в одиннадцатом ряду получится восемьдесят восемь столбиков. Так вы вяжете на расширение на столько, сколько вам необходимо. Довязываю я ряд, где у меня одиннадцать столбиков. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И вот одиннадцатый. И последнюю петлю, столбик, закрываем нить другого цвета. И одну добавляем, в изнаночный ряд провязываем. Дальше. Перекручиваем. Провязываем. Провязываем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Берём точно такую же нитку, как и с этой стороны. И провязываем. Добавляем одну в изнаночный. И одну берём за полупетлю. Провязываем. И провязываем. Изнаночный ряд. Поднимаем розовый. И провязываем. Поднимаем зелёным. И провязываем зелёным цветом. Так. В этом ряду мы с вами добавили две петли. Вот здесь было одиннадцать. Мы закончили. А теперь тринадцать. Считаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Значит, в этом ряду мы петли не добавляем. Вот как и есть. Должно быть тринадцать. Вот. Провязываем. Только одну петлю вот этого цвета мы меняем на другой цвет. Мы просто поменяли. вот можно посчитать. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Эту мы должны заменить. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Закрываем. То есть у нас два ряда по тринадцать столбиков. Вот этот ряд и этот ряд. В этом ряду, в следующем, мы должны сделать прибавку. Один, два, три. И прибавляем в изнаночный ряд. И эту петлю меняем на другой цвет. То есть уже пять у нас здесь. Дальше вяжем другим цветом. Одну петлю меняем на другой цвет. И в изнаночный ряд делаем прибавление. то есть мы добавили. Закрываем. Дальше в этом ряду. Мы прибавок делать не будем. Мы только заменим последние красные столбики на зеленые. Прибавление не делаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Один, два, три. Этот столбик меняем на другой цвет. Один, два, три, четыре, пять, шесть. И закрываем. Так, в следующем ряду мы делаем прибавку. Вот здесь. И один столбик меняем на другой цвет. То есть мы в каждом ряду меняем столбики. А прибавки все так же делаем через ряд. Так, два, три, четыре, пять, шесть. Прибавляем в изнаночном ряду. И один столбик меняем. У нас остается только один красный. Дальше этот мы меняем на другой цвет. И один добавляем. И один добавляем. И один добавляем. И один добавляем в изнаночном ряду. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, пятнадцать. А здесь один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Значит, мы этот ряд, здесь мы делали добавление. Вот здесь. Значит, этот ряд вяжем без добавлений. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Вот, кстати, можно посчитать по рядам и умножить, и посмотреть, выходим мы на плоскость или нет. Выходим. Так, теперь закрываем. В следующем ряду мы должны сделать прибавку. Опять же, прибавлять будем, вот, по центру, с двух сторон. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот центральный тунисский столбик. В изнаночном ряду добавляем. Этот провязываем. И добавляем тоже в изнаночном ряду еще один. И не пропускайте вот этот рядом столбик. Его, видите, он, такое впечатление, что мы в него провязали. Вот он. Считаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. И закрываем. И вот так получается лепесток. И так вы вяжете, ну, как я сам говорила, вы вот эту часть вяжете, насколько вам нужно. Ну, а это уже на автомате уходит, сколько положено. И дальше фон вяжете. Фон вяжете, ну, насколько вы хотите тоже. Это уже дело вяжете. Ну, вот, провязала я какое-то количество. И у меня здесь двадцать один тунисский столбик. Считаем парами. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двадцать один. Кстати, что еще хочу сказать. Мы прибавки с вами делали возле центра. От центральной петли влево и вправо. Когда вяжете маленькую вещь, то вот здесь угла не будет видно. Вот, он скругляется. Но когда вы будете вязать большую вещь, вот здесь за счет прибавок может быть угол. Поэтому вы через какое-то количество рядов прибавки меняете местами. Можете вот здесь вязать прибавки. Там, допустим, два раза прибавки здесь сделать. Два раза от центра. Опять с краю. И с этого края, естественно. Потом поменяли местами. От центра связали. Тогда у вас более сглаженное будет. Ну, на маленьких вещах это незаметно. Но все равно. Видите? Вот он. Чувствуется угол этот. Вот. Так, поехали дальше. Теперь мы этот ряд закрываем. Вывязываем одну воздушную. И закрываем. И так до конца ряда. Ну вот, закрыла я ряд. Поставила маркер, чтобы нитку не отрезать, а я потом это буду распускать. Так, переходим теперь опять к началу вязания. Теперь берем нить другого цвета. И смотрим, где у нас один, два. Вот одна петля. Сюда. Можно сделать так. Вот в этом месте будет сложно. Потому что мы здесь закрывали. за полупетлю. За полупетлю. А вторую за целую петлю. Вот так. Три. И соединяем с первой частью. И провязываем. И дальше вяжем точно так же, как вязали эту часть. То есть прибавляем через ряд. Значит, в следующем ряду у нас должно быть тоже три столбика. Вот они. Один, два, три. Один, два, три. И к следующему крайним прицепляемся. И протягиваем. В следующем ряду делаем прибавку. Вот в этом ряду пока еще с краев делать. И вы там увидите, кому как проще прибавлять. В следующем ряду прибавку не делаем. В следующем ряду. Вот так и все. И так вяжите и чередуйте лепестки. И у вас как раз войдет в этот круг восемь штук. так и у меня потом когда вы закончите все это можно в процессе вязания соединить но тогда получится вот такой шов видите а можно сшить трикотажным швом так вот здесь сшивала здесь более аккуратным поэтому я советую лучше трикотажным швом сшивать вообще научиться им мне он нравится более аккуратный когда вы обе части свяжите может быть вы свяжете одного вида может быть вы свяжете такого вида и сложите если вы будете вязать в этом прихватку или подставку под горячее вы захотите сделать петлю вот вставляете ленточку вот такую ленту не берите шелковая лента она очень тоненькая вот есть ленточки более таки плотные вот такую возьмите я ее просто не нашла поставила эту вот ставите внутрь между этими двумя частями и затем любым цветом я вот сшивала голубым видите вот голубой цвет у меня трикотажным швом вот сюда будете соединять как шить трикотажным швом я уже несколько раз показывала под этим видео дам ссылку на трикотажный шов и пожалуйста вот можно пришить петлю и вешать а вот эту часть нужно вязать из центра сразу вот здесь получается по 2 петли разного цвета и 8 лучей это будет 16 по идее это второй ряд вот видите 16 то есть это второй ряд но придется стянуть посильнее ну здесь центр заполнится потому что здесь много хвостов будет здесь бы 16 хвостов там и поэтому здесь центр можно заполнить хорошо единственно что я плохо распределила нитью вот здесь надо аккуратно укладывать светлую и темную светлую и темную чтобы они по порядку шли с внутренней стороны когда вы их будете стягивать сейчас я покажу так делаем кольцо провязываем 1 и сразу берем другой цвет вот это будет посложнее конечно звезда вот в самом начале сложно провязываем 1 провязываем 2 в следующем ряду прибавку мы не делаем вот один есть 2 провязываем 1 1 и 2 теперь делаем прибавку 1 и 2 теперь этим цветом делаем прибавку заходим в изнаночный ряд вот этот ряд только сложный и закрываем и закрываем так следующий ряд мы вяжем без прибавок а теперь прибавки делаем так нужно вот попробовать здесь изнаночный ряд перекручиваем так этот мы провязываем здесь добавляем в изнаночном ряду и столбик сбоку провязываем и 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 следующий ряд мы не добавляем и 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 вот дальше уже легче пойдет здесь поаккуратнее сделать следующем ряду добавляем вот перед каждым цветом в изнаночном ряду Здесь прибавили. Так, здесь мы провязываем, здесь добавляем. Так, здесь мы провязываем. Вот, в принципе, так и вяжется. Если вы будете вязать, как я вязала, то есть с одной стороны один рисунок, с другой стороны другой рисунок, обязательно посчитайте ряды. Чтобы у вас ряды на одной стороне совпадали с рядами на другой стороне. Вот, чтобы у вас одинаковое количество рядов было. Не забывайте считать до центра эту часть и эту часть, чтобы у вас было одинаково. Видите, вот здесь, если мы стянем, потом, когда все будет полностью готово, здесь стянется, вот она у нас опустится на два ряда. С третьего ряда уже, вот они, три столбика пойдут. Точно так же, как и здесь. Поэтому проверьте себя, посчитайте. Кстати, вот этим узором можно связать круглую сумку. Сейчас такое поветрие, вот на такие сумки. Вот, пожалуйста, вам узор. Можно такой, ну, а при желании можно и такой. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.